Уйдет ли Windows из России? Да, мы можем спокойно снизироваться Microsoft, но мы понимаем, что это тренд и что нам надо их размещаться. В Казанском университете подвели итоги реализации молодежной политики и воспитательной деятельности. Протокола нет, регламента нет, все это просто по любви. Любовь к университету, любовь к студентам. Новый проект Media Lab Fest. Что ждет участников в этом году? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся очередной прямой эфир из цикла КФУ Live. Гостем стал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Он рассказал об особенностях приемной кампании 2022 года. Для того, чтобы быть зачисленным в Казанский федеральный университет на бюджетные направления по очно-заочной и заочной форме обучения требуется подать не только согласие о зачислении, но и оригинал документа об образовании в ВУЗ. Нужно бы представить до окончания срока подачи данного вида документа. Корпорация Microsoft приостановила доступ российских пользователей к операционным системам Windows. Все подробности узнавала Маргарита Михайлова. Российские пользователи столкнулись приостановкой доступа к загрузке Windows 10 и Windows 11. О проблеме стало известно 19 июня. Представители корпорации ситуацию пока никак не прокомментировали. Однако на различных форумах уже начали появляться жалобы от пользователей из России о том, что на их компьютерах под видом очередного обновления произошел откат до версии XP. При этом попытки как-то обновиться всячески пресекаются системой. К счастью, эта ситуация не коснулась абсолютно образования и медицины. То есть мы как ВУЗ и как образовательное учреждение, у нас вот школа, например, мы можем спокойно лицензироваться Microsoft. Но мы понимаем, что это тренд и что нам надо импортозамещаться. Ранее действия корпорации Microsoft повлияли и на японских пользователей. Почти неделю назад компания официально прекратила поддержку Internet Explorer. Это вызвало серьезные проблемы у правительственных ведомств, финансовых институтов и производственных компаний Японии. Как и в предыдущем случае, способ справиться с проблемой один – поиск аналогичных сервисов и оперативных систем. Из аналогов это самое популярное и доступное на российском рынке, если можно так сказать. Это Ubuntu, на мой взгляд, это Linux, система Linux, операционная система Linux. Есть Alt Linux, есть Astra Linux, но они уже платные. И свободное программное распечение. User-friendly, как я уже говорил, на мой взгляд, это Ubuntu. Эксперты отмечают, что переход на другую оперативную систему может быть непростым. Смена интерфейса может сбить пользователей с толку. Самый наилучший вариант – регулярное обновление программного обеспечения. Маргарита Михайлова, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошло подведение итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности. Подробности смотрите в сюжете Валерии Гарнышевой. В преддверии Дня молодежи Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета подвел результаты своей деятельности за 2021-2022 учебный год. На сегодняшний день работа с молодежью развивается в более чем 20 направлениях, в том числе таких как творчество, добровольчество, спорт и наука. В связи с этим на мероприятии была организована выставка, посвященная достижениям в различных областях молодежной политики, а также проведено награждение по общим итогам года. Казанский федеральный университет является несомненным лидером в области молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания. И свидетельство тому была та небольшая выставка в холле, где мы видели все призы, грамоты, подарки, которые были завоеваны вами, дорогие наши студенты, вашими руководителями, наставниками. И я уверен, что если бы мы выставили все, что было завоевано в Казанский университет в здание, у них если бы не хватило. В прошлом году Департамент по молодежной политике провел более 300 культурно-массовых, спортивных, гражданско-патриотических, добровольческих, общественных и иных мероприятий. В настоящее время в университете работают более 100 студенческих объединений, 90 творческих коллективов, более 40 спортивных секций по различным видам спорта, студенческие СМИ. Их деятельность охватывает порядка 20 тысяч активных учащихся. Переприятия очень важны, потому что они объединяют студентов, они объединяют наших всех спортсменов. Мы сплочаемся, мы создаем одну большую семью и идем к одной общей цели. Эта награда, наверное, венец той работы естественной, которая каждый раз делается. Протокола нет, регламента нет. Все это просто по любви. Любовь к университету, любовь к студентам. Одним из главных итогов мероприятий стала общая благодарность департаменту молодежи. Благодаря его работе университет ждут новые события, победы и имена, которые обязательно оставят след в истории нашей Альмаматор, нашей республики и нашей страны. Валерия Гарнышева, Александр Кузнецов, Универньюз. Осенью 2022 года стартует новый проект «Медиалабфест». Он целиком и полностью создан для студентов медиа-центров, блогеров, а также пресс-секретарей молодежных организаций. О том, что ждет журналистов в этом году, расскажет Карина Саяхова. О проведении фестиваля «Медиалабфест» впервые объявили 18 июня на 25-м Петербургском международном экономическом форуме в рамках «Молодежного дня». Новый проект «Медиалабфест» взял начало из Всероссийского конгресса молодежных медиа «Маст-конгресс». Фестиваль организовывает Международная ассоциация студенческого телевидения и лаборатория медиа. Для участников готовится разнообразная программа, которая будет включать деловые сессии, неформальные встречи и интерактивные форматы. «Медиалабфест», который будет проходить осенью в Москве, во-первых, увеличится по количеству участников. В прошлом году было 700, в этом году мы планируем 1000-1200 участников пригласить. В прошлом году у нас было 80 спикеров, наверное, в этом году больше будет спикеров. Волонтеров в прошлом году было 90, в этом году, наверное, тоже больше будет. И вообще, это самый мощный, самый большой проект в нашей стране, который будет проходить под названием «Медиалабфест». На площадке фестиваля «Медиалабфест» также пройдет школа медиаменеджеров, кейс-сессии для участников, презентация региональных контент-проектов, собрание членов Международной ассоциации студенческого телевидения, медиафорум для педагогических работников, школьников и руководителей медиа-центров. Традиционно на мероприятии будут подводиться итоги работы молодежных медиа за прошедший год и определяться вектор их развития на следующий. Там будет очень много рабочих программ, которые будут связаны с медиаобразованием. Это будет не только студенты, но это будут и преподаватели школы, это будут и школьники. Работа идет. Как вы понимаете, это глобальный проект, один из самых мощных и сильных, который будет реализован в этом году. «Медиалабфест» — это глобальный проект, самый масштабный медиафорум. Фестиваль пройдет в ноябре 2022 года в столице России. Ну а точные даты и локации определяются и будут известны чуть позднее. Отметим, что команда «Универ ТВ» неоднократно становилась лучшим студенческим телеканалом по версии Международной ассоциации студенческого телевидения. Карина Саяхова, «Универ Ньюс». Моисей Герцевич Солодуха — именитый геолог и палеонтолог, который внес огромный вклад в Дело Победы. Все подробности о жизни ученого смотрите далее. Геолог Казанского государственного университета Моисей Герцевич Солодуха трудился на кафедре исторической геологии и палеонтологии до февраля 1992 года, в период Великой Отечественной войны. Он принимал участие в продолжительных боях по обороне Кавказа. По окончании войны Моисей Герцевич продолжил свою научную деятельность в должности педагога и проводил лекционные курсы по исторической геологии, а также возобновил свою научно-практическую деятельность. Одновременно с этим ученый совмещал педагогическую специальность с разработкой новой темы своей научной работы — казанские отложения центральной и южной части морейско-авиатских поднятий. Геолог также поддерживал деловые связи в Казани с институтами Академии наук СССР и геологическими организациями страны. В скором времени он занял пост старшего преподавателя, доцента и старшего научного сотрудника. Моисей Герцевич внес огромный вклад в дело победы не только в должности командира завода, но и в качестве научного специалиста. Он был награжден орденами Отечественной войны второй степени, медалями за боевые услуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд и юбилейными медалями. Виктория Козырева, Универньюс. В инжиниринговом центре Казанского университета состоялось традиционное мероприятие «Ночь науки». Все подробности смотрите далее. 20 июня в инжиниринговом центре Казанского университета состоялось традиционное мероприятие «Ночь науки». Это уникальный и любимый проект Казанского федерального университета для детей и взрослых, который позволяет каждому желающему прикоснуться к науке и узнать для себя что-то новое. Сегодня у нашего университета, института проводится мероприятие, которое называется «Ночь науки». Мы будем ребятам рассказывать о том, что такое наука. О том, что это замечательно, увлекательно и очень интересное явление наука, которая занимается в нашем институте. С каждым годом мы замечаем, что все больше и больше детей приходит. Причем дети приходят не только старшего школьного возраста, начиная с детского сада, мы здесь можем наблюдать. Это уникальная возможность ребятам воочию практически руками прикоснуться к науке. Настоящим сюрпризом для гостей стало химическое шоу с интересными опытами. А завершающим экспериментом стал ледяной праздник с сухим льдом. Здесь достаточно разноплановые есть мастер-классы и по физике, и по химии. Там что-то они расплавляли, какую-то пластмассу по информатике, дизайн, моделирование. Очень доброжелательные студенты. То есть действительно они помогают, прям видят, когда ребеночек зависает, они объясняют, что зачем надо сделать, как это работает. Тут очень интересно. Программирование, всякие науки, химия. С электричеством можно работать. Далее все желающие отправились по различным интерактивным точкам. Увлекательная экономика, основы бережливого производства, занимательная гидрогазодинамика и плазма и многие другие. На мероприятии каждый мог открыть для себя много нового, посещая различные мастер-классы. Елизавета Никитина, Универньюс. В Казанском федеральном университете открылась первая в Татарстане магистратура по направлению подготовки общественное здравоохранение. Ее выпускники смогут занимать руководящие посты в сфере здравоохранения. В молодежном центре «Волга» проходит 27-й республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын-Калям. Золотое перо». Традиционно участником фестиваля стали 170 юных журналистов от 12 до 20 лет. Победители «Алтын-Калям» получат возможность бесплатного обучения в Казанском федеральном университете. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!